всем привет решил я почистить двигатель димексидом и он после этого по тарахтел немного потарахтел короче я его заглушил димексид это кстати он кристаллизоваться уже начал вот здесь два полных тюбика заливал 4 в каждый цилиндр короче каждый цилиндр по бутылочке заливал вот вылил всего два обратно выбрал соответственно остальное в масле вот и сейчас два аккумулятора посадил пока пробовал заводить и не заводится на нихрена сейчас надо масло слить пока двигатель теплый потому что он димексид будут разъедать краску с поддона слить масло залить другое попробовать его завести еще раз ну кстати скажу после димексид она лучше начала работать вроде бы воняет правда воняет дико вот канистру солью масло и включусь покажу когда уже надеюсь заведу ее распечатал масло новое обычная лукойл 10 в 40 хотел 15 в 40 ну что-то тупанул купил шестерку вообще брал 10 в 40 хотел в audi 15 в 40 ну короче купил окажется две канистры 10 в 40 но посмотрел две недели пролежали уже не меняют не вот масло который слил показывать масло как масло обычное черное не знаю насчет краски в поддоне чего там была она или нет вот я с прошлого раза не помню ну и вроде там отверткой пошурудил не было там по-моему ничего ну в принципе посмотрим сейчас масло залью новое посмотрим что она будет получше следить на главное сейчас надо завести и что нихрена не заряжается аккумулятор что очень долго короче завел ее воничи тут дико и кумар стоит надо хоть двери пооткрывать сегодня поедем глянем этот карбюратор девятошный сюда хочу поставить потому что этому задница уже он весь разваленный масло вчера поменял после того как заснял еще раз завел по тарахтела на зажигание выстояли более-менее но единственно сейчас крышку трамблера пробивает нехило так свечи бы заменить желательно и вот этот карбюратор заменить теперь понимаю почему меня потому что он свой отработал и все так съездил я за запчастью вот коллектор забрал и здесь вот есть небольшие отличия сейчас покажу с моим хорошо что я его не отдал потому что как видно у меня здесь обогрев подключается еще а вот здесь нету его с этой стороны если он похож а тут уже нифига так что я свою оставлю как раз и мучиться не надо откручивать тут в принципе по этим то похоже тут грязное все еще и на масло что похоже ну да дать после димекси да так вот пластина это под жигулевский карбюратор а это было выточено это под карбюратор с audi вот так вот они выглядят сейчас на примере еще подойдет ли она да по отверстиям сошлась так вот как это будет сейчас надо прикрутить это дело карбюратор конечно хотел девяточный приехали карбюратор уже кому-то другому отдали девяточный так что буду ставить семерки по-моему у меня есть у меня вообще три их нас сейчас 3 1 собрать какой-нибудь живой также забрал у этого человека крышку тримблера моя пробитая была ситуация у нас следующая карбюраторы никакие не подошли жигулевский потому что у них они выше здесь снизу пришлось искать все равно девяточный девяточный искали нашли нашел через друзей вот поставил его а там половина запчастей не хватает начали по разборкам мотаться искать запчасти к нему потому что не вот это черные пластмасски не было не датчика этого короче почти нихрена не было насобирали этот пока искали выпалил крышку здесь много мусора насыпалась с нее вот прям так по выжигал ее хорошенько поставили карбюратор завелась она сразу вот и побежала масло отсюда так с крышки снизу начали откручивать крышку сразу увидел вот это вот это насыпалась не знаю либо насыпаем скорее сюда насыпал можно против нее и димексидом так ну хорошо скажу промыло масло чистенько ничего нету ни кусков никаких таких отложений нормально и работает сейчас четенько зажигание уже выставили крышку трамблера поставил сейчас по и съездил купил трубки и топливные шланг очки эти круче все более-менее сейчас единственное осталось накрутить крышку намазать керметиком и закрутить и пробовать заводить еще раз с поплавком беда западает и заливать и начинать через верх бензин льет вот как то так честно говоря уже запутался какой день наверно четвертый снимаю это видео вот вчера поставили карбюратор отрегулировали так с горем пополам получилось в принципе за 400 рублей карбюратор работает нормально ну по желанию там можно будет поменять на другой но это попозже вот у нас как оператор стоит некоторые здесь делают пластину там переходную специально чтобы тут все подошло вот мы решили ограничиться проволокой принципе держится но неплохо никуда не денется провал и есть конечно но незначительная отрегулировали вчера капот у нас все нормально фара у меня была утопленная вчера морда немного потянули сюда вперед крыло тоже здесь подбивали выравнивали сейчас мне нужно придумать что-то сапуном вниз валера выведу как на жигулях делают и нужно с электрика разобраться вот так вот попробую завести неудобно тесно подсос на два щелчка поменьше ой на один щелчок все стоит прогревается сейчас попробуем назад подать спортроник так ну в принципе нам этого хватит вот поставил патрубок такого извращенные схемы вот он идет переходит в другую трубу и вниз уходит потому что если у ровный сделать его он там будет цепляться за коллектор и будет сгорать как 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 где здесь вот как вот это тоже была через всю машину здесь проведена и туда уходила с фарами немного разобрался за изолировал провода здесь потом тут замыкала там тоже подниму короче где красный изолит один это я все изолит его сейчас нужно магнитофон прикрутить вот приготовил клеммы такие сделаю предохранитель на плюс потому что у меня часто бывает такое что сгорает магнитофон так вот двери сделали так вот у нас дверь забрал машину домой вчера померили расход машины примерно 7 литров на сотню вас получилось и я обалдела конечно такого результата вообще никак не ожидал и Субтитры сделал DimaTorzok